Добрый день, коллеги! Добрый день, коллеги! Не имею такого гладкого сообщения, но может быть даже и лучше, потому что есть что сказать, и поскольку мы в институте находимся, так сказать, на передовом фланге взаимоотношений с нашими заводами, с нашими заказчиками уважаемые, это проектные институты, нефтеперабатывающие заводы и лицензиары. Поэтому вот в этом клубке взаимоотношений как раз рождались все предложения и те проблемы, которые надо решать в настоящее время. Значит, с чем мы столкнулись? Как вы знаете, приняли два закона. 184-й о техническом регулировании и изменении в 116-й закон о промышленной безопасности. Эта революция перевернула все. И плюс еще вдобавок закон о стандартизации недавно вышел. Что произошло? Тренд обязательного применения норм и правил пошел в сторону добровольности. Вот это самая большая опасность. В том, что, во-первых, нужно себя перестроить. Ростехнадзор во исполнении этих решений ушел, отменил правила, сделал федеральные нормы и правила. Ушел только в эксплуатацию. Изготовление повисло в воздухе. Изготовление стало... Значит, сосуды, работающие под давлением, должны подвергаться оценке соответствия и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такого жесткого контроля нет. В проектировщике раньше был четкий свод норм и правил, сейчас, в общем-то, нет ничего обязательного. Причем стандарты стали параллельны. Некоторые стандарты, например, по аппаратам воздушного охлаждения два стандарта. Какой применять проектировщикам? Причем некоторые положения противоречат друг другу. Что делать? И вот, кроме того, мы сталкиваемся с тем, что не секрет, что у нас все технологии наши заказчики закупают за рубежом. Это гидрокрекинг, и не только гидрокрекинг, а там лицензиары, а там вся документация, естественно, сообразная лицензионным соглашениям. Я об этом еще останавливаюсь попозже. Она определяется пониманием заданного лицензиара, как изготавливать сосуд рабочего поддавления. Он понимает западные нормы, он их применяет. Почему применяет это, тоже немножко дальше остановлюсь. И поэтому завод-изготовитель, с чем он сталкивается? Он сталкивается с тем, что его обязывает заказчик в соответствии с заказной документацией аттестовывать по российским нормам, по европейским нормам, сварку, например. По нормам астмы. Дорого. Это же очень все дорогая процедура. Дальше. Материалы, шпильки, гайки, листы, трубы. Все дюймовое, я имею в виду по сортаменту. По материалам все нужно ввести, даже элементарные вещи из-за границы. Почему? Так обязывают лицензионные соглашения. Углеродистую сталь надо заводить из-за границы. И вот это все наслоение, когда ежедневно сталкиваешься с этими вопросами, подтолкнуло нас на создание ассоциации. То, что в принципе на чем базируется техническая политика в зарубежных странах. Например, ассоциация АСМЭ. И это нас подтолкнуло привлечь все наши заводы химического машиностроения в ассоциацию предприятий химического антинного машиностроения. В ней нефтемаш вышел с инициативой. Поддержал активно Волгоград нефтемаш и жорские заводы Уралхимаш. И вот процесс пошел. Всего лишь прошло полгода. Цели и задачи, они очень четкие. Они не расплывчатые. Помогать, участвовать, защищать. Нет, все в другом. Оно заключается в том, чтобы повысить, во-первых, технический уровень выпускаемого оборудования на базе применения обновленных стандартов. То есть цель создания ассоциации – это фактически возродить в какой-то степени тех управлений Министерства химического машиностроения. Нам надо было обновить весь свод норм и правил. Чем мы сейчас и занимаемся. У нас сейчас уже запланирована разработка 22 стандартов в соответствии с требованиями не только потребности наших заказчиков и требования современных процессов переработки углеводородов, но и с учетом зарубежных требований, которые предъявляют лицензиары. 22 стандарта. Кроме того, ассоциации нужно помогать нашим заводам химического машиностроения снижать затраты до производства продукции. Как, например, сделать внятную систему аттестации сварки? На сегодняшний день у нас есть соглашение. Мы готовим соглашение с НАКСом. У нас есть договоренность об упрощении процедуры аттестации сварки для предприятий химического машиностроения, входящих в ассоциацию. Почему входящих в ассоциацию? Потому что мы сейчас разрабатываем стандарт аттестации предприятий для проведения этих процедур. Это все будет делать НАКС. Потому что такая нехорошая тенденция возникает сейчас. Предприятие говорит, а зачем я буду аттестовывать сварку? Мне же никто не обязывает. Правила Ростехнадзора ушли, пункты ушли, а в регламенте ничего не написано. И чтобы ситуацию удержать в руках, во-первых, заказчики не всегда это определяют. И нужно же все-таки выпускать оборудование, соответственно, требуемым техническим регламентом, минимальным требованием, приявляемым к оборудованию, безопасности я имею в виду. Мы пошли, инициатор был НАКС, мы пошли на это соглашение. Это с одной стороны. Мы этот процесс доведем до конца и вооружим уважаемые проектные институты, наших заказчиков, и разработаем новые документы по аттестации процедур сварки. Дальше мы нашли взаимоотношения с Международным институтом сварки по аттестации технологии персонала в соответствии с требованиями СО. Это, так сказать, второй путь, он более сложный, потому что у нас нет в России инфраструктуры. У нас нет экзаменаторов по аттестации персонала, у нас нет инфраструктуры по аттестации технологии, но ее нужно делать. Наверное, мы пойдем по пути того, чтобы с НАКСом эту работу пройти. И тогда у наших изготовителей будет ясная и понятная процедура аттестации сварки по международным правилам с получением международных сертификатов. Вот это самое важное. И тогда западный лицензиар и наши уважаемые заказчики при заключении лицензионных соглашений на покупку базовых проектов уже не будет возникать вопросов, по каким нормам тестовывать. ИСО – это международная норма аттестации сварочных технологий и сварки. Это мы сделали, и сейчас мы стоим, и делаем в направлении создание подкомитета собственного в техническом комитете 23-м, Газпромовский комитет, подкомитет 6 – это оборудование и материалы для нефтедобычи и нефтепереработки. Сейчас подкомитет, на мой взгляд, перегружен тем, что очень много стандартов принимается, и крен идет в нефтедобычу, в газодобычу. А наши сосуды, работающие под давлением, они занимают там небольшую роль. Я член этого технического подкомитета, как и Волгоград нефтемашка, еще НИХИМАШ, там нас не так много из машиностроителей. И мы вышли предложение Газпрому выделить в рамках ТК-23 свой технический комитет. И вот эти 22 стандарта мы оперативно будем разрабатывать. Теперь еще остановлюсь на главном. Чем вооружить наш заказчик? Войдут тендерные процедуры. Заказчик, естественно, хочет купить оборудование подешевле. Но должен быть какой-то минимальный уровень, который участников конкурсов на поставки сосудов, работающих под давлением, нефтеаппаратуры. И мы сейчас разрабатываем стандарт на базе стандарта ассоциации. Дальше я не знаю, какое у него движение будет в части перехода в государственный стандарт. Не все нужно переводить так, однозначно. Но там будут предъявляться к требованиям заводам, которые выдвигаются, во-первых, жизнью, а во-вторых, нашим умножением с западными лицезиями. Там все требования очевидны, ясны и понятны. Например, квалифицированные заводы, которые давно на рынке присутствуют, с советских времен. Там это выполняется неукоснительно. Просто хочется закрепить и вооружить наших заказчиков нефтепроводящие заводы, нефтяные компании этими стандартами, по которым они могут ездить и аттестовывать или контролировать заводы-изготовители. И тем самым формировать для тендера те заводы, которые участвуют в конкурсе. Это является гарантом для того, что завод имеет ту минимальную квалификацию, которая необходима для изготовления оборудования, работающего под избыточным давлением, для эксплуатации на опасных производственных объектах. Мы этим занимаемся и мы это тоже сделаем. Так вот, технический комитет позволит, подкомитет, технический комитет это сложно и долго, а вот подкомитет позволит решить эти задачи. Теперь я остановлюсь на том, о чем начал это лицензионное соглашение. Ведь заказная документация, которая приходит на заводы-изготовители, она в основном базируется на, вот, когда у нас западный лицензиар делает базовый проект, базируется на технических приложениях. В технических приложениях, конечно, все. Зарубежные стандарты, конечно, западный лицензиар, ему же никто не сказал, какие стандарты применять. Он применяет ясные и понятные ему стандарты, например, ЕН или большее с черепами астмы. Нормы и правила, прочность, какие? Никто ничего не сказал, он применяет, естественно, нормы астмы или ЕНовские нормы, которые ближе к нам. Материалы, все то же самое. Таким образом, наши заводы становятся неконкурентно способны, потому что он на Западе, наш завод-изготовитель, должен закопать оборудование, материалы для изготовления. Это дорого. Мы проводили один раз эксперимент. Для Салават-нефтьюрксинтеза западный завод, один из, не буду называть, итальянских, был выбран в качестве, это было года три тому назад, четыре, может быть, был выбран для поставки аппаратуры сосудов, теплообменной аппаратуры для обстановки гидроочистки. И там, это были проекты вне нефтемаша. И Салават-нефтьюрксинтез обязал точно так же западного производителя использовать нормы и правила материала, которые заданы в технических проектах. Что вы думаете? Оборудование оказалось в три раза дороже отечественных наших производителей. Таким образом, конкурентно способность определяется тем, что заложено в документации. А не потому, что наши заводы не конкуренты, поэтому мы их не можем применять. Только потому, что их обязывает завозить углеродистую сталь, листы из-за рубежа. Это долго и дорого. Поэтому решение вопроса в лицензионных соглашениях. И я очень благодарен ОМЗ, объединенным машиностроительным заводом. Мы активно в течение полутора лет, наверное, может быть, чуть меньше, на всех совещаниях и в Комитете по промышленности Госдома, и в Минпромторге подавали наше предложение об изменении лицензионных соглашений. И к большому удовлетворению они были приняты и направлены как предложение в правительство Российской Федерации. Что будет дальше, посмотрим. В чем заключается предложение? Они очень простые. Все лицензионные соглашения – это дороговора, это не патенты, это просто договор о передаче своих знаний на проектированное строительство установки. Они содержат одни и те же пункты. Причем я анализировал многие лицензионные соглашения, они все одинаковые, потому что они базируются на рекомендациях ООН по их структуре. И там есть графа гарантии. Я не знаю, то ли пропускается этот пункт, но в Советском Союзе было немножко по-другому, когда они обсуждались. Сейчас пишется так, лицензиар обеспечивает гарантии при полном соблюдении технических приложений. Гарантии. Гарантии на что? На технологический процесс. А технические приложения какие? Та же самая сварка аттестации. Почему не по НАКС? НАКС, между прочим, жестче, чем американские нормы. Ну, жестче. У нас все это было из наших жестко регламентированных советских норм. Но разве технологический процесс определяется аттестацией сварки персонала? Или, например, углеродистая сталь? Разве технологический процесс определяется углеродистой сталью, которую я завезу из-за границы, а не возьму у нас? Нет. Поэтому наши предложения касались того, чтобы в лицензионных соглашениях выделять те аспекты, которые влияют на обеспечение технологии и процесса для выпуска товарной продукции. Это, безусловно, внутреннее устройство, это катализаторы, это все, что обеспечивает процесс. Но оболочка, или там теплообмен, или оболочка для реактора, разве она обеспечивает технологический процесс? Она обеспечивает... Тут главное обеспечить требования безопасности. Потому что материалы все есть аналоги. Заводы квалифицированы. И, в принципе, они делать могут точно так же. Нет никаких там секретов. Но лицензионные соглашения формально это заставляют делать. И наши заводы это выполняют. И вот отсюда все беды. Мы это подали. И еще тоже подали предложение на изменение 87-го постановления в составе проектной документации. Потому что проектное 87-е постановление, родившееся из градостроительного кодекса. Градостроительный кодекс к нашим опасным производственным объектам никакого отношения не имеет. Вот он притянут одной строчкой. И все. Потому что это все здания и сооружения. Опасные производственные объекты, хоть и являются сооружением, Но они под градостроительный кодекс не подпадают, потому что там в градостроительном кодексе ничего не прописано про те установки, которые строятся. Ничего. Одна строчка. И поэтому проектные организации пишут про оборудование рабочее под давлением одним листочком. Одним листочком в проектной документации в соответствии с 87-м постановлением, которое дойдет на градостроительную экспертизу, на главгосэкспертизу. Там просто перечень оборудования. Ни привязок, ни расчетов на прочность. Отдельные институты только так делают по своему усмотрению. Ни фундаментов, садится аппарат на фундамент, как-то дом, проект дома, который не садится на свой фундамент. Мы сразу боимся жить в таком доме. А на опасных производственных объектов запросто. Поэтому мы подали предложение об изменении 87-го постановления. Конечно, это немного усложняет работу проектных организаций. Но, по крайней мере, в этом плане заказная документация, которая готовится отечественным проектным институтом на основании западных базовых проектов, становится внятной для наших заводов химического машиностроения. Вот эти цели и задачи мы перед собой ставили. Мы их решаем. Просто в рамках ассоциации решать такие задачи проще. Потому что это мнение, во-первых, изготовителей. Тут подкрепляется еще легитимностью технических комитетов по стандартизации. Это все обсуждается и широко обсуждается. Поэтому мы идем таким путем. И я надеюсь, что наши уважаемые заказчики, нефтяные компании, нефтеперабатывающие заводы, не то что будут прислушиваться, мы будем вооружать их, по крайней мере, инструментом, который они могут либо применять, либо не применять. Мы просто будем закладывать такие, скажем так, убедительные вещи в эти стандарты и рекомендации, которые им помогут выбирать грамотного изготовителя и получать продукцию в соответствии с требованиями современных процессов переработки углеводородов. Я, наверное, перебрал время. Спасибо большое. Спасибо большое. Ответы на вопросы. Какие будут вопросы, Владимир Леонидович? А, пожалуйста, да, девочки с микрофонами. Вот сначала сюда, а потом вот. Моя фамилия Ермолаев Виталий Федорович. Я чуть позже буду делать доклад и немножко коснусь тоже этой темы, но с другой стороны. Значит, я хотел два вопроса задать. Первый вопрос попроще, скорее как комментарий. То, что сейчас упоминалось про разработку стандартов и прочих вещей для оборудования, это, конечно, очень важное дело. И я единственное только хочу обратить внимание, что нужно четко спланировать стратегию того, что это будет применяться для России в условиях российских норм или для экспорта, для того, чтобы это оборудование было унифицировано и могло выходить на глобальные рынки. Но это одна тема такая большая, я в нее не буду углубляться. Суть этого комментария заключается в том, что, вообще говоря, нужно завести генеральных проектировщиков и ответственных проектировщиков, которые разрабатывают комплекс, чтобы они даже в условиях отсутствия каких-то новых норм или там дополнительных требований, они сами, генеральный проектировщик имеет на это право в соответствии с законом, делали не просто тот минимум, как вот вы сказали, делают минимум того, что должны делать по 87-му там постановлению, а должны делать то, что нужно заказчику и то, что нужно проекту. Это совсем две разные вещи. И вот эти вещи должен делать генеральный проектировщик объекта, закладывать в том числе и новые требования, в том числе для развития технологий. Потому что нормы, в принципе, сами по себе, это отражение того, что достигнуто в прошлом. Нормы не могут быть нормами, которые регламентируют работу на новых технологиях. Поэтому вот этот момент, просто хочу сказать, надо как-то осмыслить при разработке стандартов. И я даже в свое время придумал такой термин создание гибких стандартов верхнего уровня. То есть стандарт должен отражать тот минимум, который должен быть неизменным ядром и отражать ту часть. Я даже в нескольких проектах это применял, такой подход, так как был лет 15 гипом разных крупных объектов в энергетике. А второй вопрос, это скорее комментарий, даже не жду ответа, просто для сведения. А второе, просто хотел сказать, что вот здесь упоминалось те документы, которые лицензиар передает в России для того, чтобы использовать эти технологии при строительстве, сооружении и прочем. Но честно скажу, надо как-то тоже вот здесь в нормах, и вот не знаю, как ваше мнение, рассмотреть вопрос все-таки того, чтобы адаптация и локализация этих проектов была не то, что там иностранные компании представляют свои basic дизайны. Я вам совершенно четко могу сказать, вот я сейчас последние пять лет консультировал финские компании, они создали там программу large project governance. Там просто существует требование, что любой со своим basic проектом, приходящий в Финляндию по крупному проекту, должен его адаптировать под локальные нормы, должен согласовать с надзорными органами, должен все это пройти сам или с помощью генерального проектировщика, если он поставляет оборудование. И только так можно строить. Никаких двойных норм там и прочих не должно быть. Поэтому, ну, опять же, вот хочу сказать, что по безопасности наши нормы очень консервативны, и я не думаю, что вопросы безопасности в этих нормах зарубежных будут чем-то выше. Больше того, могу сказать, я вот сейчас некоторое время работал в группе компании ОМЗ, могу сказать, что мы столкнулись еще с такими вещами, что запасы прочности и надежности, соответственно, оборудования в зарубежных, при изготовлении зарубежного оборудования зачастую меньше, чем российские. То есть мы любим потолще, побольше и потяжелее. Вот, поэтому с точки зрения норм я бы все-таки тоже сказал, что нужно как-то найти тот компромисс, чтобы соответствовать и зарубежным, и в том числе не потерять, не выплеснуть ребенка из своих старых подходов, потому что сегодня российские подходы, вот на международном рынке, я сейчас участвую в некоторых вопросах глобального рынка, ну, в энергетике, и могу сказать, что российские технологии находят очень достаточно интересные конкурентные преимущества именно вот из-за такого подхода. Определенной гибкости и определенный такой инженерный, такой кондовый запас. Вот, поэтому я хочу просто сказать, что в вашем выступлении я понял и стараюсь обратить внимание, надо усилить внимание к проектной части, вот к разработке проектов, ко всему, и регламентировать, как взаимодействовать с этими иностранными предложениями, потому что просто их в лоб применять, мне кажется, удорожание приведет. Я отвечу на ваш вопрос. Первое по поводу выхода на зарубежные рынки и соответствии тех стандартов, норм и правил, которые мы предполагаем, ничего революционного, не заново, а обновлять то, что есть. Конечно, инженеры все говорят на одном инженерном языке. И нашим заводам-изготовителям, конечно, нужно выходить на зарубежный рынок, потому что, вы правильно сказали, наши нормы жестче в части обеспечения требований безопасности, чем зарубежные нормы. Жестче. Но об этом знаем только мы с вами. Для этого надо доносить западные лицензиары и, конечно, наших уважаемых нефтяных компаний и НПЗ, которые заключают эти договора. Второе. Значит, есть комитет 11-й СО, котлы и сосуды под давлением. И, честно говоря, когда мы вышли с Газпромом предложением по созданию своего подкомитета, мы его хотели назвать, предложили назвать котлы и сосуды, работающие под давлением. Для чего? Для того, чтобы у нас имелась возможность, вот та самая, о которой вы говорили, обсуждать на международном уровне разработку международных стандартов. Сейчас же есть иеновские нормы, которые очень близки к российским, потому что они практически разрабатываются одними и тем же людьми в Советском Союзе, восточными немцами и вне нефтемашами, и тем институтом, которые были в нашей отрасли. Они очень близки, поэтому, если бы, но глобальное доминирование технологии и технологии переработки углеводородов, а строительство сосудов рабочих под давлением по астме предполагает их широкое применение. И вот когда наш мир и наши западные партнеры, я имею в виду в глобальном смысле, согласятся на то, чтобы разработать стандарты ИСО или принять какие-то стандарты ИСО, вообще тогда произойдет для нашего машиностроения, но это революция, потому что можно будет делать оборудование по стандартам и спокойно выходить с технической точки зрения на западные рынки, потому что, например, один из наших заводов делал оборудование для Финляндии, вы уточнили, да, вы сказали. Так вот, аттестация сварки по ИСО ему обошлась для одной позиции емкости 1 миллион рублей. В ассоциации мы договорились с Международным институтом сварки о том, что мы разработаем свою, и они подтвердили структуру, чтобы значительно для членов ассоциации удешевить в разы эти процедуры, чтобы заводы были конкурентоспособными. То есть переход на ясные, понятные стандарты международного сообщения инженерного, конечно, это такая большая цель. Теперь второй вопрос. Вы сказали, в Финляндии ни один проект есть ли. Но в Советском Союзе так было. Ни один проект не мог заключаться. Строительство, например, опасного производственного установки какой-нибудь гидроочистки или первичной переработки нефти, если нет технического приложения к контракту. Как он составляется? Ну, тогда все было жестко, регламентировано. Наше Министерство химического и нефтяного машиностроения вызывало главные институты, система главных институтов, например, в ней нефтемаш. Нефтепереработчики или химики, в зависимости, для кого строится объект, вызывали свой проект на институт. Дальше устанавливались контакты с лицензиаром и готовилось техническое приложение к контракту, где обсуждалось все. Материалы, нормы, трубы, кабели, сортаменты, все. И после подписания, такая процедура проходила до двух месяцев. И после подписания технического приложения, значит, вопросом контракта начинали заниматься коммерсанты. Потому что я хочу сказать, что вот на тендерах экономится каждая копейка, и это понятно, но никто не заглядывает, что туда написано, что написано в заказной документации. Там на щелчок можно изменить без изменения, без снижения условий эксплуатации. Гарантийных сроков, сроков службы аппаратов. Можно изменить, но я же не буду говорить о конструктиве, материал заменить и удешевить аппарат процентов на 40. Но уважаемые коммерсанты считают копейки на тендерах, а это имеет место быть. Поэтому, конечно, вы затронули очень важную вещь, что если когда-нибудь наступят те счастливые времена, когда наши заказчики будут присматриваться к тому, чтобы прежде чем заключить лицензионные соглашения, пригласить специалистов для проработки технического приложения, я думаю, что стоимость базовых проектов, а самое главное, даже не стоимость базовых, стоимость строительства установок можно, ну, процентов на 50, ну, не на 50, процентов на 30, на 40 сделать дешевле. Причем это мнение не только мое, или там не нефтемаш. Я видел записку нашего уважаемого нефтехимпроекта Смирнова, да, из Питера. Приблизительно то же самое говорит. Но что можно сделать? Так написаны договора. Поэтому, если в Финляндии государство это регулирует, то здесь у нас вот только желание или нежелание того, кто платит деньги. Ну, я просто одну фразу хочу сказать в конце, что я еще вас хотел бы как бы к мысли подвести того, что я сам это делал. Я 40 лет отработал в Росатоме, был проектировщиком почти 30 лет. Ну, вот. И могу сказать, что надо разделить создание норм и стандартов с теми проектами, которые сейчас идут, развиваются. И здесь есть точка возможного, как говорится, упора. Это генеральный проектировщик и заказчик, которые совместно должны принимать эти решения и уходить от этих вопросов. может быть пока в нарушение норм. Но отступление от норм допускается, его должно быть обосновано. И вот этим путем разделить эти два процесса. Потому что ждать норм, как я сказал, это всегда вчерашний день. А сегодня надо двигаться вперед. И сегодня, вот я, например, четко вижу, я много разными технологиями занимался. И технологическими, и автоматизированными системами, и так далее. И могу сказать, сегодня есть все основы для того, чтобы российское машиностроение, инжиниринг и прочее шагнули вперед. Зачастую их тормозят нормы. И начинается ожидание вот этих изготовлений норм и так далее. Не надо ждать, надо разделить. Мы с большим удовольствием ваши предложения посмотрим, посотрудничаем. Такие вещи делаются сообществом всегда. Поэтому с удовольствием. Я вообще предлагаю, коллеги, вот эту, так сказать, такую дискуссию продолжить во второй сессии. Нет, и не потому, что, так сказать, мы ограничены по временем. Но дело в том, что у нас во второй сессии будет выступать глава представительства, да, московского, компания ЮОПИ. Вот. Ну, лицензиар, да, один из ключевых. Поэтому, да, мы сможем эти вопросы ему, как бы, напрямую задать, как видят они этот процесс. А сейчас вот последний вопрос от коллеги. Это газовое общество. Да, пожалуйста. Павел Павлович Поронкин, Российский государственных вопросов. Первое. С 1 ноября 2025 года мы будем жить в общих рынках газа, нефти, 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 поэтому стандарт, что нужно делать Евразийского экономического союза, вы это предусмотрели, и вы сотрудничаете с комитетом, нет, с департаментом техникульной стандартизации Евразийской экономической комиссии. И второй вопрос. Вы много говорили, что предприятия должны закупать или вкладывать деньги в выполнение новых стандартов, в аттестацию зарубежную, оценка соответствия. Это позволит предприятию, если вы выполните, они все ваши рекомендации, выйти на мировые рынки своей продукции? Или это потребует каких-то дополнительных затрат предприятию? Спасибо. Шаг за шагом. Ну, во-первых, ассоциации, естественно, предприятия, которые входят в ассоциацию, их задача, чтобы общий труд улучшал бизнес этого предприятия. Во-первых, выход на международные рынки, это безусловно. А что является основой этого? Работа по тем стандартам, обеспечение которых на заводе требует меньших затрат. И вот я уже говорил, что с НАКСом мы договорились по сварке об изменении системы аттестации сварки, которая значительно снижает затраты наших предприятий. По Международному институту сварки то же самое. То есть наша цель – повышение качества выпускаемой продукции не при увеличении затрат машиностроения предприятий, потому что они и так загнаны в угол. Тут не тема, конечно, обсуждения по поводу авансирования, как это все происходит, как наши заводы инвестируют фактически своими деньгами в строящиеся объекты. Не эта тема, я это не затрагиваю. Но цель – это разговаривать с нашими коллегами за рубежом на одном инженерном языке. Это великая цель, но, наверное, когда-нибудь мы. И, безусловно, я один пример приведу. В Ярославле в 2004 году, время бежит быстро, пускался гидрокрекинг. Он простоял долго-долго, с 92-го года, там, в связи с вот этими переходными событиями. Это был отечественный проект, потом зашел ЮПИ туда. По-моему, ЮПИ-шный проект был. И что вы думаете? Значит, был сделан базовый проект, но тогда никто не знал, в начале 2000-х год, что такое проектные офисы. И об этом никто не знал. И Ярославнефтьюрксиндес, как самостоятельная единица, создали из своих сотрудников группу, которая занималась согласованием всех технических вопросов с лицензиаром при строительстве гидрокрекинга. Ну, вот так получилось. И мы каждую неделю, там, подрядчиком, там, проектировщиком был нефтехимпроект, мы каждую неделю ездили в Ярославль. Но к чему я это говорю? Ярославнефтьюрксиндес, вот точно таким же образом он задумался о том, а давайте-ка мы сделаем максимально, максимально увеличим долю российских предприятий в этом объекте. И он организовал встречу специалистов, не нефтемаш, еще были организации, с ЮПИ там. И в течение некоторого времени ЮПИ приняло практически все наши стандарты, потому что, когда наши коллеги, мои коллеги, начинали рассказывать о том, какие стандарты мы хотим применять и нормы, они удивлялись, говорят, а разве это у вас есть? Разве это у вас есть? Понимаете, вот даже этот момент технических приложений, даже этот момент изменяет всю структуру поставки оборудования. Так что, конечно, цель снижения затрат при освоении тех стандартов и разработке стандартов, конечно, они должны ориентироваться, так сказать, не захлопываться внутри нас. Они, конечно, должны соответствовать. Да мы живем, мы постоянно работаем с зарубежными стандартами, лицензиарами, нормами, требованиями. Мы их читаем, знаем, там много логичного есть. Где-то у нас более жесткая, где-то у них. Вот этот симбиоз, конечно, для нас очень важен. Спасибо большое. Очень много вопросов, на самом деле, к Владимиру Леонидовичу. Мне даже письменные поступили. Но я думаю, что если у нас будет время, мы к этому вернемся. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!